Все должны быть прагматичными. Украинцы вообще любят жить какими-то иллюзиями. Оружие ядерное, в первую очередь, настаивали, чтобы мы отдали России, это были американцы. Давайте не будем говорить. Они требовали это. Было бы давление, было бы экономические санкции, если бы не отдавать, и без иллюзий будем. Оказались бы в положении Ирана. Да, второе, да. Второе нужно понимать. Если бы даже у нас сейчас было ядерное оружие, предположим, было бы, у России есть арсенал в 10 раз больше, там, да. И был бы вопрос, вы готовы наносить удар по России, например, там, да. А вопрос бы стоял, а мы не готовы, например, наносить удар. Тут вопрос в другом, там, да. Касательно НАТО. Украинцы, опять же, путают, часто пытаются подменить форму содержания. Давайте будем прагматичны. Ну, не вступим мы в НАТО минимум 5-10 лет. По одной простой причине. Потому что европейские страны, как Германия и Франция, являются пророссийскими. Они естественные союзники России. Они привыкли иметь дело с Россией, там, да. Ну, с Германией сейчас немножко сложнее дело. То, что сейчас происходит, то, что сейчас происходит, это просто исключение. Если бы не надавили Соединенные Штаты Америки, да, разделили бы Украину и даже бы не говорили ни о чем. Второе. Деньги, которые хотим потратить на референдум, лучше направить на, в первую очередь, на перевооружение армии. Ну, говорят, референдум можно провести, не тратив на него ни копейки. Ну, не бывает, так это миллиард гривен будет. Вместе с местными выборами. Ну, давайте, это как бы, это политиканство данное. Почему? Потому что мы сейчас не, мы не решим вопрос, потому что трагматично надо сосисок жизни, да. Пока не будет армии, пока не будет нормального, пока не будет нормального УПК, пока не почувствуют силу с нашей стороны, никто нас брать не будет.